Балийский язык это все еще район острова Ява, правда это в основном остров Бали, он примыкает к острову Явы, там вот такие вот колоритные балийцы имеются, это народ. Большинство двуязычно, то есть индонезийский язык, который ввели как стандарт в школах везде, поэтому на двух языках, как правило, разговаривают. И многие знают также яванский язык, который местный региональный, там господствует на Яве. В то же время классифицируется он тоже в западно-зонской зоне, то есть это все родственные, конечно, языки, которые на Яве, но он считается ближе к сумбавскому языку и к языку сосаки, а яванский довольно далеко, хотя есть много заимствований, то есть они длительно живут с яванцами, и яванцы периодически захватывали остров Бали, поэтому заимствования есть в балийском языке, но язык пишут, что другой на самом деле, то есть не походит он на яванский совсем. Ну и все языки эти западно-зонской зоны на самом деле не походят на малайский, который сделали государственным в Индонезии. По переписи 2000 года численность 3 миллиона 330 тысяч говорящих, но говорят, что многие говорящие плохо знают, как обычно в условиях двуязыче, что и в России наблюдается. То есть там многие буряты и якуты могут, конечно, много из родного языка привести примеры, но реальные тесты, если провести, они не знают язык, вот как нужно для полноценного общения и так далее. Ну и то же самое характерно и для Индонезии, где ввели малайский язык, и соответственно все местные языки теперь вот в таком положении, что они вытесняются стандартом. В основном остров Бали, естественно, и окружающие острова. Ну там довольно плотное население, плодородные места, поэтому вот остров, кстати, небольшой, а говорящих 3 миллиона. На Сулавесе также имеются балийцы, ну вот это этничность, то есть, естественно, этнос у него и язык свой. Ну, считается региональным по статусу, то есть он не является литературным, они его используют в разговорной речи, в религии, переведены религиозные тексты. В школе, в начальной школе, потому что многие дети приходят, все-таки говорят на родном, используются школьные учебники. Ну, преподавание в школе на Индонезийском, балийские вот в начальной школе или как факультатив там по местной истории, они могут проходить местную письмость довольно такую своеобразную там в школе, просто вот в качестве текстов таких исторических, вот что у нас было на нашем острове раньше, естественно, детей знакомят с этим. Переводили Библию, на самом деле до конца перевели только в 1990 году, Библию. Причем ее перевели на верхний диалект, который никто почти не знает, так что непонятно, зачем мы переводили. Ну, так вот, диалекты. Как я уже говорил, в иванских языках распространена эта вся фишка, которая характерна для корейского и японского. Имеется несколько регистров общения. Вот регистр и в корейском, и в японском выглядит как полноценный диалект. То есть там имеется собственная грамматика в этом регистре и большое количество собственной лексики там на сотни слов общеупотребительных. То есть у нас тоже стили есть, но это плохой аналог, потому что у нас в стиле там отдельные просто слова используются какие-нибудь возвышенные, да, или грубые. А на востоке, вот в тех языках, где есть регистры, стиль выглядит просто как отдельный язык. Просто надо заново учить. Получается, что японский надо учить три раза. Грубый японский, вежливый японский и средний. Значит, в балийском принципиально считается, что два диалекта – высокий и низкий. Высокий диалект – это, по сути, смесь санскрита, древне-иванского языка и древне-балийского. Ну, с некоторыми элементами, естественно, индонезийского и нидерландского. На, значит, высокий диалект принадлежит в основном брахманам. Значит, все-таки это культура индуистская по своей основе, она, то есть, кастовая. Соответственно, брахманы говорят на высоком диалекте в религиозных всяких богослужениях, перевели на него индуистские тексты, всевозможные молитвы, всяческие, шиви там и так далее. Используют его в общении на религиозную всякую философскую тематику. Так что шудры этого не понимают, язык сильно отличается и для большинства населения непонятен. У них имеется там специальный кукольный театр, видимо, тоже для брахманов, где говорят тоже на высоком. Ну, также полагается, что высокий диалект должны использовать младшие по отношению к старшим, ученики по отношению к учителям, шудры по отношению к брахманам и к шатриям и так далее. 90% населения шудры по касте, как обычно, то есть рабочие, и они говорят на низком языке. То есть они, как правило, плохо знают этот высокий язык, они могут его имитировать, если вот они говорят с брахманом, да, они пытаются вставлять элемент этого высокого языка, но в полной степени они его не знают. То есть они какие-то слова типа «господин», там «пожалуйста», они могут сказать. Вот. Это, значит, принципиально, как бы, да, а на самом деле эти два диалекта еще жутко смешиваются, и получается много уровней. Вот по максимуму что-то типа девяти уровней, вот она табличка, да, но это одна из схем. На самом деле, видимо, разная степень смешения. В некоторых деревнях шесть уровней различают, в некоторых там три уровня высокие, низкие, средние различают и так далее. Как правило, средний считается принадлежащий касте к шатриям, то есть вот по отношению к шатриям могут использовать средний диалект, который состоит из смеси высокого и низкого. Высокие относятся к брахманам и низкие к шудрам, так как большинство населения шудры, большинство населения не понимает Библию, которую перевели на язык брахманов. Письменности две. Имелась традиционная письменность вот такая красивая, со сложными завитушками. Но, естественно, нынче сделали им латиницу. Язык выделился примерно в VI век нашей эры. Имеется у них традиция с 882 года, первые письменные источники. Примерно с IX века распространяется там индуизм и буддизм, поэтому огромное влияние санскрита на язык. Потому что религия у них и до сих пор индуистская. Ну, вот, видимо, на ту тематику, которая вот к санскриту принадлежит, то есть там на религиозное, общественное и так далее. Ну, можно сравнить с арабским, да, как в мусульманских странах. Также рядом имеется яванский язык, довольно сильный, сильная литературная традиция, и он тоже постоянно влияет на балийский. Хотя балийский другой язык. Потом оккупировали все это дело Нидерланды, как известно, поэтому влиял голландский язык на это все это дело, нидерландский. Потом ввели индонезийский стандарт общий, он теперь влияет, и английский. Потому что Бали это центр туризма, естественно, там все, кто в туристической сфере работает, так или иначе, они знают английский. Поэтому знание английского распространено у балийцев и влияет на их собственный язык. Ну, по сути, пишут, что молодое поколение все перешло уже на индонезийский, либо английский. Местный язык все больше это относится к старшему поколению, пожилым там или вот там за 40. Они знают еще родной язык. Дети уже не говорят, молодежь практически не говорит. Поэтому цифра 3 миллиона это народ, а реально говорящих в полной степени около миллиона где-то. И это старшее поколение, оно умрет, видимо, и язык вместе с ним умрет рано или поздно. Лингвистические. Ну, гласные такие же, как и в индонезийском, я не буду. Вот согласные, в принципе, и согласные такие же, как и в индонезийском, я единственное тут не вижу шар. А так, в принципе, все типичный такой австронезийский, небольшой сравнительно набор согласных. И слова в результате довольно длинные, у них то, что морфем мало. Ну, и вот сравнение лексики имеется в Википедии. Ну, и сравнение лексики понятно, что низкий балийский, это скорее, значит, походит он на малайский. Вот индонезийский, так называемый, это малайский язык. Вот низкий действительно, да, походит на него, а высокий что-то так большей частью не походит, я гляжу. Ну, и очевидно, что в высоком балийском есть санскритские слова, допустим, сурья, да? То есть, матахари, солнце, вот так, на малайском, а сурья, это, естественно, санскрит, вот его и заимствовали. К сожалению, путем нет ничего о грамматике, я даже вот в английской Википедии посмотрел, пишут, что похоже на индонезийскую, но много суффиксов местных. Ну, вот этим замечанием, видимо, придется и ограничиться. Вот те сведения, что есть о балийском в энциклопедиях.